Приветствую вас. Я не очень понимаю, откуда вы поставили себе какие-то диагнозы, да? То есть, есть ли у вас диагноз, нет у вас диагноза, не очень как-то понятно вообще. Вот, значит, это первый момент. Второй момент, вы говорите, что с мая у вас началось, значит, вероятно, в мае что-то произошло. Произошел комплекс, эмоциональное такое состояние, эмоциональная краска Произошел каких-то событий, которые, вот, вынудили вас так себя чувствовать, да? То есть, это происходит как, например, это происходит как, вот, вы попали в какую-то ситуацию, находясь в определенном эмоциональном состоянии и оно у вас закрепилось, да? Эмоциональное состояние. И теперь каждый раз, когда вы сталкиваетесь с вот этими проявлениями, а у вас запускаются данные переживания, называется линейный комплекс. Вот. Ну, я, конечно, не знаю, может быть у вас есть какие-то еще симптомы? Другие? Ну, пока так. То есть, эээ, в мае что-то произошло, событие, которое вы не пережили, до конца не отпустили. И оно на вас давляет. Вам нужно, вот, эээ, с психологом, первое, возвращаться туда в тот период, снова и снова его переживать, изучать, разбирать, смотреть, да? Анализировать эмоциональные следы, которые восходят туда. То есть, например, вот, ну, допустим, допустим, попали вы в аварию, да? Или аварийную, аварийную ситуацию создали. И она вас задела, зацепила сильнее, больше, чем, ну, чем любая другая. По какой причине? Так. Вот-вот нужно разбираться. То есть, для вас это происшествие возможно. Имело более важное значение, чем какое-либо другое. Причины этого и скрываются за тем, что вы боитесь. Вот. Значит, ну и, соответственно, все остальное это как результат, как следствие и так далее. Вот. Дальше. Вы здесь пишите, что у вас предположительно заболевание, его надо диагностировать. Вы здесь пишите, что у вас депрессия. Его тоже нужно диагностировать. То есть, без диагноза это все только ваши домыслы, ваши слова, и они ничего не значат. Вот. Здесь встает вопрос. А какая выгода? Какая выгода вам? От того, что вы вот так переживаете? Может быть, вы через этот страх что-то вытесняете. Может быть, какие-то свои желания, какие-то потребности свои. Кто знает? Нужно разбирать. Страх за чем-то нужен. Страх предупреждает об опасности. Опасность для вас в чем? Может быть, может быть, может быть, может быть, вот это вот чувство, которое у вас есть, да? Вот этот страх. Он был всегда. Просто он дремал, например. А может быть, если постараться вспомнить, что вы увидите, когда еще вы испытывали подобное. Кто знает, может быть, там и кроется ответ на ваш вопрос. В любом случае преодолевать страх не нужно. Преодолевать значит подавлять, подавлять значит вытеснять, вытеснять значит терять контроль. Я не думаю, что это хорошая идея. Вам нужно наоборот раскрыть его. Наоборот, позволить ему охватить себя, обнять себя и увидеть, что за этим стоит. И вот, когда вы увидите, что за этим стоит, я полагаю, вам станет легче. Убедить себя, что вы никому не навредите, не получится. Если бы это можно было сделать, вы бы это давно сделали. Потому что убеждение себя в том, что вы никому не навредите, не что иное, как рационализация, что есть механизм защиты, то есть, по сути, такое же вытеснение, что и до этого. Поэтому я думаю, что вот так вам можно ответить на ваш вопрос. Значит, сперва все-таки к врачу диагноз получите, вот, или опровергните его, а после уже можно будет, на основании этого уже можно будет работать. Потому что, если вы, ну, думаете, что у вас заболевание, то, соответственно, сперва нужно развеять эти сомнения и уже после спокойно заниматься психо-психо-терапевтической работой с вами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...